последнее приготовление пару минут осталось до того как пока машина за нами придет чемоданчики собраны вот эти вот турецкие чемоданы которые мы сегодня тестируем рюкзак собран лена тоже тут собрался вещички ты готова да я готова я готова кстати все дни было солнечно мы такие думали ну вот в турцию хорошую погоду повезем не тут то было снег пошел ну вот надо же что хочешь снега в турцию снега нет не хочу пускай тут остается все садимся надо присесть на дорожку все присядем на дорожку и поехали одеваемся и поехали погнали такую погоду мы увозим из эстонии в турцию нет там будет все-таки солнышко а здесь снег сегодня все мы уже в таллиннском аэропорту таллина хавали мани так сегодня у нас на тесте чемоданы вот эти чемоданчики которые мы недавно приобрели сегодня будет и чемоданы летят обратно в турцию на сестру и в эстонии здесь они были проданы нам и обратно летят в турцию на тест вот они лена я думаю почему она выбрала такой чемодан посмотрите все ясно все ясно а я почему серый выбрал но тоже все понятно но люблю я серый цвет вот вот поэтому я серый выбрал светлана привет смотри кто с нами стоит рядышком здравствуйте вы в гости едете в мерсин уже были там нравится вам вы с детьми едете да дети застеснялись засмущались вы передавайте привет светлане скоро но она вас увидит раньше чем выйдет ролик контроль мы прошли в нашем аэропорту сейчас уже не нужно вытаскивать не компьютеры не всякие бутылочки маленькие которые есть там косметику никакую вываливать в общем до поставили новое оборудование какое-то и теперь так быстро и легко расположение и сразу вышли а то олег со своими камерами пока все я всегда всех компьютеры зарядки все-все-все выкладывает потом пока он опять это все так сложит у нас занимало то что массу времени сейчас так все быстро мы даже сами удивились положил до положил рюкзак положил куртку и все заранее конечно снял часы вот сейчас я их обратно одену и ремень тоже потому что всегда этот ремень приходится вынимать и аккуратно одевать сейчас здесь хорошо очень быстро прошли контроль нашла какую-то вкусняшку мнение у меня были такие уже духи ей хочет кстати люблю мне нравится у них такой нежный запах ты духи тоже по цвету подбираешь да у тебя что такое чемодан даже такой нет даже не розовый ну все равно подходит вкусный запах да мне нравится алкогольного ну никак не выйти без покупок я решил сегодня взять вот такой вот аквавит никогда не пробовал это крепкий скандинавский напиток 40 градусов он бывает и 50 и даже больше по 55 вот я всегда видел его в магазинах бывает меньше 40 вот ни разу не пробовал так что это странное название странное название дешманский какой-то аквавит буду пробовать аквавит попробую тоже в гости на витамины чем долины витамины для меня вода посмотрим кто из вас пил аквавит кому нравится кому не нравится аквавит да пишите обязательно кто пробовал кто не пробовал тогда задавайте вопросы я попробую и обязательно вам расскажу и тут играешься да хочешь отпечататься вы сейчас увидите вот смотрите что сейчас будет смотрите внимательно так вот это развлечение да ну что теперь я буду отпечатываться нога 1 не не допечаталась вот так был ноги выглядел а вот так мы выглядим на туре похоже похоже нет наш самолет уже прилетел из турции и стоит нас ждет вот он смотрите там сейчас только загружают все вещи да здесь кстати вот чемоданы здесь чемоданы ложат очень аккуратненько бережно а в турции мы видели как кидать кстати смотри сейчас идет дождь чемоданы лежат в тележках и укрытые тентом чтобы не намочить ну да смотрите как все аккуратненько ничего нигде не валяется а у нас сегодня будут чемоданы проходить проверку тестироваться будут в турецком аэропорту где как раз таки кидаю где кидают ломают посмотрим сломают нам эти чемоданы может быть они вообще расколется а может ничего с ними случится мы сейчас заметили все чемоданы съехали один упал туда под самолеты его никто не видит что он туда свалился вот так чемоданы наверное теряется сейчас посмотрим они его возьмут или нет они щас по-моему едут на чемодан там валяется вот там вот если вы видите там под самолетом лежит синий чемодан не а увидеть увидели схватили и все и погрузили вот так и бросил еще раз его бросил все-таки бросают потихонечку кстати с такой высоты вот вывалился чемодан если там что-то стеклянная например какая-нибудь бутылка вина или еще что-нибудь хана будет вот с какой-то высоты самолета бабахнулся вниз ну да вот поехали вот они чемоданчики он он синенький многострадальный вот он упал да вот уже подъехали тележки с нашими чемоданами сейчас будет загружать мы весь процесс наблюдаем вот уже наши чемоданчики подвезли ждем посадки делать нечего и наблюдаем за расположением волн кинском залезе если ци садись 7 евро сколько там стоят 7 евро 15 минут и 3 минуты 3 евро 5 минут сейчас включу обожмет тебя приласкает не хочешь боишься нет я не боюсь я вот наподобие на таком кресле слишком жестко да это все на этих не знаю ну поспать здесь на это хорошо ну поспит и на кресло да в самолет полет бы был еще из массажа есть массаж может кстати где-то такие есть самолет но мы в таких не летали кидала бы до еврики туда хочешь давай попробуем хочешь нет боишься ну мало ли чем тут на массирует меня потом лететь не смогу это по-моему тебя выгоняет уже не на массе ну-ка встань по-моему это тебя выгоняет точно вот так я не спали в кресле самолете очень много свободных мест наш билет кстати стоил 76 евро на одного человека очень дешево пустые места есть у нас были места вот странном дали места в проходе но мы сейчас выбрали самые лучшие места в общем за крылом так что сниму красивые кадры для вас кстати много знакомых увидели в самолете как ни странно первый рельс начинают люди летать уже в турцию классно ты бегаем никак не можем угромониться пересели еще раз потому что мест вообще свободных очень много я сел так что мне удобно было для вас снимать чтобы у меня иллюминатор был прямо здесь на тех местах неудобно так что здесь вообще супер классно такая погода в эстонии пасмурно так и шепчет смотрите как обрабатывают крылья весь самолет так обрабатывал на самом деле и 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 Офигеть, здесь все так же затянуто, как в Таллине. Надеюсь, мы не попадем ни в дождь, ни в грозу, но вообще как бы там вообще все затянуто. Залетели в тучу, резко потемнело, страшно, не страшно, резко снижаемся, уши закладывает, очень сильно. Прилетали, чтобы вот так темно было, и серо было, и все в тучу. Видите, какая темнота, даже нас, наверное, не видно. Еле-еле видно, я думаю. Вообще просто. Даже не верится, чтобы лететь в тучу. Прилететь. Даже еще. Думаешь, в другое место прилететь? Вообще не знаю. Вообще. О, сейчас сниму красоту. В салоне темно и мрачно. И все, приколка и тишина. Все-таки сидят. Я такая деловая куртку убрала, типа сейчас будет тепло. А сейчас такая думаю, что зря убрала, надо доставать, наверное. Испугалась прям. Мне кажется, что там такая холодильная. Просто глядя на вот это... Там уже земля видна, я уже вижу. О, все, Анталия, там снизу очень много домов. Видно. Тут у нас... В Анталии. Осталось получить чемоданчики. Быстренько прошли паспортный контроль. Ну, конечно же, мы встали в самую длинную очередь. В самую короткую встали. Но она дольше всех шла. А смотри, сколько народу. А народу дофига. Смотрите. Все, осталось взять чемоданы. Доехали наши чемоданы целые и невредимые. Ну, я надеюсь на это искренне. Искренне. А вдруг тест не прошли? Да я не думаю, что с первого раза и не прошли. Ну как? Так. Вот он едет, наш чемоданчик серенький. Вроде целый. Опа. Целый. Опа. Все, готово. Все вроде целые, да? Да. Кстати, удобно чемоданы, что если они на четырех колесах, можно вот так тащить. Не просто вот на этой вот. Так что очень удобно. Ленка уже убежала. Привет, привет. Мираба. 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 Хошбулдур. Праздника. Спасибо. Нас встречают. Нам уже транспорт подан. Конечно. Мираба. Только сегодня похолодало. Это мы вот, в общем-то, наверное, привезли. Мы уезжали, у нас там снежок чуть-чуть было здесь. Здесь. Но для меня вообще жара. Говорят, похолодало. Мы вышли на улицу. Такой серьезный запах табака сразу в нос. Непривычно. В Эстонии нет такого. Да, Лен? Все курят, наверное, через одного. Ай, непривычно. Уберительно много народу. Да, народу очень много. Вообще тепло. Как у нас, наверное. Ну, если вечером, то июнь-июль. Вот так вот. Я смотрел, что ему жарко, а теперь полез за курточкой. Ну, ты знаешь, просто... Первое впечатление? Нет. Мне просто жарко. А я боюсь, что у меня простыну. Просто завтра встану, он такой корявый. Поэтому лучше курточку-то накинуть. Вот. Как у тебя, Лен, ощущения? Скажи мне. У меня вот, например, все прилетели. Настроение хорошее. Хорошее. Ощущения как? Как к себе домой прилетели, да? Да. Да. Уже как-то одинаково, что отсюда прилетаешь в Таллин, что из Сталина в Турцию. Уже одинаковые ощущения. Везде домой. Домой прилетели, короче. Я думаю, что через пару часиков мы будем уже у себя в квартире. И тогда все вам поснимаем, как у нас там. Доехали. Два часа мы ехали. Все классно. Единственная проблемка, что во всем Махмутларе вырубил свет. Потому что мы ехали, все сверкало. И когда гроза, свет вырубается. Здесь, видимо, работает генератор. И поэтому свет у кого-то есть. Но везде вокруг темнотища. Стоит все хорошо. Укутанный. Завтра буду раскрывать. Буду пробовать заводить. Заходи, заходи. Так. Восьмой у нас был. Восьмой, восьмой. Уже забыла? Я уже. За три месяца забыла, да? Ой, вообще. Так, ну что. У нас тут счета за квартиру всякие. Накопились. Накопились, да. Да. Ладно, счета будут смотреть. Потом расскажем, какие они. Давай. Запускай. Во. Сейчас. Сейчас включим. Сейчас включим. Электричество. Да будет свет. Да будет свет. Ух ты. Что-то я вся. Все. Классно. Что-то запикало. Наверное, холодильник. Да. Ого. Все запищало. Все. Все классно. Все вот в таком состоянии у нас. Вот так. Все как оставляли. Все вот так и есть. Ну что, классно. Сейчас будем разбираться. Чаек, кофеек и все остальное. Да, Ленусик? Заводи. Да, наверное, до чайка, кофейка надо же тут еще все как-то разобрать. Но вообще вроде бы не холодно, да? Не холодно. Все хорошо. 20 градусов. 20 градусов. Покажи. 20 градусов. Да. Ничего не протекало. Никаких. Ничего. Никакой лужи. Ничего нету. Все отлично. Ну как в спальне. Ну сейчас как раз была сильная гроза и дождь. Надо посмотреть. Ну вроде лужный. Все хорошо. Все хорошо, все супер. Нигде ничего не текло. Все сухо. Все классно. Все, мы переодеваться. Хорошо, даже горячая вода есть. Руки помыли. Все хорошо. И знаете, что я заметила? Что у нас все плотно было закрыто шторками и окна закрыты. Мы на этот раз все плотно закрыли. И вот я вижу, что ни пыли, ничего нет. То есть все нормально. Может быть завтра выйдет солнце и я вижу другую картину. Но сейчас я вижу, что все чисто и хорошо. Я уже выходила на балкон, там тоже все в порядке. Тоже нету пыли. Ну вот. Ой, на балконе нормально. И на балконе все хорошо. Но вот здесь как будто немножко пыль есть. Ну, через эти окна, конечно, продувает немножко. Вот. А так все сухо, все чисто, нигде ничего не испорчено. Все хорошо, все отлично. Ура! Все как было, да? Все хорошо. Сейчас нам будет поставить чаек, что-нибудь приготовить. Может быть у нас тут какие-нибудь макарошки завалялись или еще что-то. Сейчас уже поздно, время уже 11 час. Магазины вот уже все закрыты. Так что будем обходиться тем, что есть. А у нас тут что есть? У нас, во-первых, привезены продукты. И тут даже есть, вот, минералочка, фанта, какие-то тут тунец, что-то какие-то водичка минеральная. Все есть. Найдем. Все есть. Так что выключай, будем заниматься холодильником. Я уже стырил сосисочку невареную. Лена тут готовит. Делаю эту гречневую кашку. Красота. Сейчас сварим. Это все, что мы нашли. Я почему-то думала, что у нас есть макароны. Но хорошо, хоть гречневая каша нашлась. Сосиски я уже, зная наперед, что приедем голодные, будет поздно и в магазин не попасть. Купила. Так что вот. Ужин у нас такой скромный. Взяли с Эстонии, привезли сосисочки. Но он у нас есть. Да. С голоду не умрем. Да. Сейчас приготовим и будем кушать. Когда голодные сосиски, такое чувство, что никогда не закипят. Они уже практически начинают кипеть. Кашка у нас готова. Вкуснятина. Сейчас будем садиться кушать. Такой вот у нас ужин поздний. Не замысловатый, я бы сказала, совершенно. Праздничный ужин по поводу нашего приезда объявляю открытым. А ролик на сегодня мы будем заканчивать. Вам скажем до свидания, до новых встреч. Спасибо за то, что досмотрели до конца, за то, что были с нами. Пока, ребята. Пока. Пока.